Доброго времени суток, дорогие друзья! Как я ранее уже говорил, что следующим роликом будет Как же накатить Google сервисы Поскольку, по факту, это не будет Google сервисами А такое специальное приложение, которое позволит вам пользоваться ими Собственно, есть два способа Более сложный, пишем экраночку Более сложный, это, собственно, устанавливать все самим вручную Хотя, если вы пользователь Huawei, я думаю, вам это не составит Да, то есть у меня есть специальный архив, в котором две АПК И один файлик, который именуется как Play G-Space Shortcut Своеобразный шорткат, который нам понадобится открывать сторонним приложением Немножечко сложновато, но покажу я вам более легкий способ Заходите на AppGallery, казалось бы, да И пишите G-Space Есть G-Space 32, это для более младших телефонов С операционной системой, которая 32-битная Если у вас флагман, то это, скорее всего, 64-битная система И вам подойдет просто G-Space Вот он, самый первый 5 миллионов установок, если что Не через АПК Pure, а через AppGallery Так, мне он пишет обновить У меня более младшая версия, и это не просто так Поскольку в этой версии есть реклама В младших версиях рекламы не было Но новая версия, как правило, работает стабильнее Что же это такое? Что же это за зверь такой? Сейчас я вам покажу То есть вот у меня есть папочка, в ней у нас Shortcut Maker Нам понадобится G-Space и Shortcut В G-Space это вот такое приложение, которое эмулирует сторонний телефон В котором есть Google сервисы Если по-понятному То есть у меня здесь есть творческая студия, которая не работает в Huawei Google диск, который работает даже здесь немножечко кривовато G-Bot, который позволяет мне печатать при помощи диктовки Переводчик, кстати, не знаю, работает ли переводчик Карты, которая работает тоже криво даже здесь Порой работает, порой нет И сторонние приложения, которые требуют активации через Google сервисы То есть у меня их здесь немного Как видите, в принципе, потребность у меня небольшая Мне нужна только творческая студия Google диск, и то не всегда И G-Bot, то есть все остальное Почту и тому подобное Переводчик, всякие остальные мелочи Это можно закачать в APK Pure Либо найти альтернативу Что еще главное? Вы можете зажать и создать ярлык Таким образом, вот у меня здесь создан ярлык Вы можете, нажмем, допустим, на переводчик По факту вы заходите в это приложение То есть через приложение Но вы уже пользуетесь этим переводчиком И можете что-нибудь, допустим, напечатать Даже покажу я вам Если при записи экрана он это отобразит Принеси папиросы, пожалуйста Вот, то есть он это все под диктовку напечатал Напоминаю, без этой функции, без Google сервисов эта штука не работает И как видите, приложение наше сворачивается именно в эту папку То есть в это приложение Таким образом она заходит отсюда То есть с ярлыка То есть создаете своеобразный ярлык Как это делается обычно в компьютере Как же установить Google Play на ваш смартфон? У меня это все установлено Как это делается? Вам понадобится... Вам понадобится второе приложение Которое называется Shortcut Maker И пользоваться им, в принципе, вам не понадобится Вам нужен вот этот вот третий файлик То есть G-Space Это вы установили, это я вам показывал Shortcut Maker Вот он Тоже здесь И вот эта вот штука Зайдем через WinRAR И разархивируем в папку загрузки Заходим в эту папку И нажимаем на файл Play G-Space Shortcut Нажимаем приложение И тут открывается, собственно, установщик пакетов Есть проводник Это мой проводник, который у меня установлен дополнительно И Shortcut Maker И таким образом вы нажимаете на Shortcut Maker И он пишет вам Создать ярлык Вот И он пишет Добавить на рабочий экран И он у вас работает, в принципе, по принципу виджета То есть добавить И у вас, в моем случае, у меня уже второй значок То есть один у меня здесь И другой здесь Вот Таким вот образом это все работает И вы можете также и залогиниться сюда И, в принципе, вы можете пользоваться любыми приложениями Допустим, зайдем, скачаем какое-нибудь приложение Происходит это немножечко дольше, чем на смартфоне Вроде бы, если я правильно помню И вы можете открыть это приложение Вот она, гитара наша Установилась И она установилась То есть здесь вы ее не найдете Ее нет на рабочем экране Она установилась именно В эту папку, которую я вам ранее показывал G-Space То есть это приложение у нас Вот здесь И таким образом она отсюда будет открываться Система думает, что, пользуясь этим эмулятором Это эмулятор Стороннего смартфона Ярлык можете сделать То есть, оп, добавить на экран И таким образом у вас появится эта гитара здесь В качестве ярлыка Система Google сервисов думает, что вы пользуетесь Каким-то старым смартфоном То есть это может немножечко помешать Если пользоваться какими-то приложениями Которые предназначены для более новых смартфонов Он отобразил мне, что у меня смартфон от Huawei Nova Либо, допустим, он может вам предназначить Какой-то Honor Короче, те модели В которых есть Google сервисы Такие, допустим, как P30 Про старой ревизии Имейте в виду, что такое приложение есть Если не забуду, то оставлю архив в описании Заглядывай туда Кстати, заранее Если ты туда заглянул, напиши комментарий И не забудь подписаться Эти оба действия помогут продвижению моего канала на YouTube Таким образом я смогу выпускать больше интересных видео Ну а у меня на сегодня все С тобой, как всегда, был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего и до свидания